Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим манник с клубникой. При желании клубнику можно заметь на смородину или малину. Итак, нам потребуется 300 грамм манной крупы, 160 грамм сахарного песка, 150 грамм сметаны. Сметану можно взять любой процент жирности, 2 столовые ложки подсолнечного масла, пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 3 яйца и 150 грамм ягод. Ягоды берем свежие. Тесто готовится просто. Смешиваем яйца, сахар, сразу туда добавляем сметану. Перемешиваем все просто лопаточкой. Если вы берете яйца второго сорта, их потребуется 4 штуки. Добавляем манную крупу, разрыхлитель и в конце добавим масло. В данный манник я муку не добавляю, то есть достаточно манной крупы. Итак, масло. Еще раз все хорошо перемешиваем и тесто готово. Если вы будете использовать не клубнику или малину, а, например, вишню или смородину, также свежие ягоды, тогда сахара можно взять больше, так как ягоды более кислые. С малиной и клубникой этого количества сахара достаточно. Вот такое по консистенции тесто будем сразу выпекать. Выливаем тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Сверху в тесто выкладываем ягоды. Если ягоды крупные, их необходимо разрезать на 2-4 части. Если ягоды небольшие, как у меня, выкладываем целиком. Выкладываем таким образом, чтобы ягода попалась везде. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме выпечка, на ручном режиме или режим мультиповар при температуре 130 градусов, 1 час 20 минут. Время истекло. Вот такой замечательный манник получился. При необходимости отключаем подогрев и через 5 минут будем доставать. Достаем с помощью корзины пароварки. Манник лучше остудить прямо на корзине пароварки, а потом уже разрезать. Вот так манник выглядит в разрезе. Как вы видите, хорошо пропекся, поднялся. Благодаря ягодам он имеет небольшую кислинку. А самое главное, получается очень вкусным. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного чаепития и до новых встреч!